Ребят, всем привет! Вы на канале Смайл Фредди и сегодня у нас будет продолжение истории необычного нубика. Перед просмотром, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, ребята, а мы будем начинать. Приятного просмотра! Чё ты снова опять ко мне пришёл? Эээ, голова, Стивик, хочешь почешу тебя за твою головку, а? Отстань от меня, а? Зачем ты ко мне всё время пристаёшь? Ты видишь, мне и так стрёмно, что меня все так называют. Эээ, да куда ты от нас денешься? Ты же наш трофей-головастик. Эээ, здрасте, тётя Люда. А я хочу, этот, мммм, купить себе какой-нибудь костюм. Пэу-пэу, такие блестяшки, я реально крутой стал. Ой, страшно, страшно. У-у-у, ладно, я закрою глаза. Я застрял, я не могу, я не могу туда пройти. Зачем я сюда пришёл? Никто не знает, что я здесь. Как это? Как мне отсюда выбраться теперь? Хе, интересно, куда это он пропал? Он же боялся вообще куда-то выходить. Неужели осмелился куда-то сходить? Ха, интересно, интересно. Что-то уже несколько дней прошло, и никаких слухов о нашем головастике что-то нету? Интересно, куда он пропал? Я уже реально обеспокоен тем, что его нигде нет. Хоть у нас идёт война с беконами, но что-то мне как-то уже надоело их лупасить. Беконы? Они неразговорчивые, они ничего не знают. Интересно, интересно, куда же пропал Нубик? Надо бы, может быть, поспрашивать кого-нибудь в городе, да. Почему это я выбежал из города? Надо бы, наверное, лучше пробраться в город и поспрашивать у всех. Может быть, кто-нибудь всё-таки знает про головастика? Всё-таки он же маленький, и мне кажется, что если с ним что-то случится, то как так? Это же символ нас, Нубиков! Зря, наверное, с ним так поступал, постоянно называл головастиком, давил на больное место. Да, я понял свою ошибку, и если я его найду, я обязательно перед ним извинюсь. Так, ну теперь мне надо найти его. Эй, Джонни, ты видел нет головастика? Э-э-э, а, про головастика ты спрашиваешь. Ну, слушай, да, вроде пару дней назад он ходил в салон, что-то какой-то костюмчик себе покупал. Так, хорошо, спасибо, я понял. Значит, он покупал костюмчик вот здесь в салоне. Я ищу головастика, он здесь был? Э-э-э, ну да, был. Э-э, расскажите мне, где он? Э-э, а что мне за это будет? Э-э, я просто так информацию не рассказываю, тем более, это был головастик. Я просто так информацию тебе не расскажу. Э-э, так, ну, а что я могу предложить? Я могу предложить деньги. Деньги нужны? Ммм, нет, деньги не нужны. Знаешь, давай так, я могу тебе рассказать, если ты, ты сходишь к моему другу и поговоришь с ним, а то он никак не может извиниться. Он очень сильно обидел меня тем, что не позвал меня с собой. Э-э, и мой друг Бекон, понимаешь, о чём я? Он Бекон, и ты должен как-то ему сказать, намекнуть, чтобы он извинился передо мной. И мы вместе с ним дальше смогли покорять и космос, и другие звёздные системы. Так что, он находится на острове, и ты должен с ним поговорить. Блин, вы серьёзно? Вы издеваетесь? Ладно, хорошо, я понял. Кого? Какого искать ещё Бекона на острове? Капец. Вы серьёзно? Блин, ладно, пойду на поиски, а что поделать? Я знаю, что Бекон вон там, на острове какой-то находится. И, возможно, это именно он? Хм, ну я, конечно, не знаю. Меня не снаридили никакой информации. Ладно, попробую сейчас разобраться. И попробовать поговорить с тем Беконом, которого я знаю, где находится. Блин, он, конечно, жёсткий. И я, наверное, даже не смогу туда пройти. Чёрт. С этим Беконом я не смогу поговорить. Во-первых, потому что у меня нет сил. Эта локация доступна только самым сильным из нас. А я недавно делал перерождение, и поэтому я слаб. Я не смогу этого сделать. Чёрт, мне надо сейчас рассказать, что я недостаточно силён. Я недостаточно силён, чтобы добраться до твоего Бекона. В смысле недостаточно сил? Ты чё, издеваешься? Этот Бекон во второй локации. А-а-а, во второй локации? Погоди, в какой второй локации? Ну, там он, около вулкана. Ты что? Его зовут Босс. Его зовут Босс? А, ладно, хорошо. Вот этот, что ли, Босс? Да, это он. Блин, Босс! Так он был около вулкана. Э, Брин, Босс! Ты почему поссорился со своим другом-то, а? Я не понимаю. Пожалуйста, помирись с ним. Извинись! Эх, никого не буду извиняться. Блин, ты точно ли этот Босс? Попробуй тебя уничтожить! Это был он? Это был он? Только что какой-то Босс подходил. О, да, это был он. Молодец, ты доказал его. Но он сейчас всё равно появится где-нибудь около своего вулкана. Ладно, расскажу тебе информацию. Да, ко мне приходил Головастик, но он что-то купил какой-то костюм у меня и сразу куда-то ушёл. Я не знаю, он там бормотал про космос, про что-то ещё. Так что не могу больше тебе ничего сказать, потому что не знаю. Так, ладно, хорошо. Спасибо за информацию. Вот он опять, этот Босс, вернулся. Ладно, не буду больше в их отношения лезть. У вас они друзья. Пусть сами выясняют свои отношения. Так, во-первых, я никогда не был в космосе. Я боюсь летать на самолётах. Ну а ради Головастика я попробую оттуда добраться. Так, ладно. Ну что, попробую всё-таки сейчас полететь в космос. Интересно, что я там увижу? Ой, сколько можно уже здесь находиться? Я уже не верю, что меня кто-нибудь найдёт, сможет найти и спасти. Мне остаётся только прыгнуть в бездну. С моей одеждой что-то случилось. Я не понимаю, что... И похоже, это мой конец. Я хочу прыгнуть сейчас в открытый космос. И куда меня принесёт, туда меня и принесёт. Может быть, я сразу же уничтожусь в этом космосе. Но сколько можно уже здесь находиться? Я не могу ничего сделать. Я всё перепробовал. Пытался пройти и здесь, и там. Везде. Везде пытался пройти. Но всё тщетно. Я ничего не могу здесь сделать. Мне остаётся только прыгнуть вниз. И надеяться на то, что со мной что-нибудь произойдёт. Хорошее или плохое, я не знаю. Ну что, я готов прыгнуть в открытый космос. Что будет, то будет. Ах, прощай, головастик. Больше меня никто, наверное, не увидит. До свидания всем. Я полетел. Прощай, земля. Прощайте все. Больше вы меня никогда не увидите. Ах, что так холодно. Ах, где я? Где это я? Что это за место? Это... Это же то место, где я был. Ах, мистер Бекон? Мистер Бекон? Ах, ты кто такой? Ты страшный. Уйди. Неужели? Неужели? Ты демон? Какой демон? В смысле демон? Ах, это я? Что со мной случилось? Это космос сделал со мной это? Моя голова стала черепом? А я стал весь черным? Нет, это не я. Почему я таким стал? Что со мной произошло? Нет. Ребят, всем большое спасибо за просмотр. Продолжение будет в следующей серии. Вы обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если хотите увидеть продолжение как можно скорее. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.